Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим чистые культуры пивоваренных дрожжей. Лабораторную стадию. Перевод чистых культур в производство. Размножение без аппаратов и в аппаратах для разведения чистой культуры. И контроль за дрожжами. Технические культуры пивоваренных дрожжей получаются путем размножения чистых культур полученных из рас соответствующих технологическим требованиям и уже проверенных в производстве. Лабораторная стадия. Чистую культуру в принципе получают отбором одной клетки, чтобы была гарантия, что при вегетативном размножении получился генетически однородное потомство. В практике чистую культуру получают обычно из рас, технологические свойства которых и влияние на качество пива известны. Поэтому наиболее подходящим исходным материалом для отбора являются производственные дрожжи, полученные при технически хорошем и биологически чистом производственном брожении. Для того, чтобы дрожжи полученные из другого пивоваренного завода были приспособлены к новой среде и используют дрожжи третьей генерации. Образец берут в стадии образующихся белых завитков под пленкой декой. Поскольку там при наиболее интенсивном росте находятся здоровые, сильные и наименее инфицированные клетки. Ранее пивоваренные дрожжи чаще всего отбирали капельным методом палиндеру, которые предпочитали главным образом потому, что отбор можно было проконтролировать микроскопически. Тем не менее, все чаще работают на желатиновых или агаровых пластинках, как методом разбавления, так и методом штриховки. В случае, если нет гарантии, что каждая колония выросла из одной клетки. Отбор с помощью микроманипулятора в производственных лабораториях не распространен. При отборе одной клетки любым из указанных методов, никогда нет гарантии, что из большого числа клеток всегда отбирается клетка лучшая не только морфологически, но также и физиологически. Поэтому следует отбирать большое количество клеток от 25 до 50. И среди полученных культур проводить отбор, селекцию путем определения морфологических и физиологических признаков и сравнивания результатов опытного лабораторного брожения. При культивации в сусли от 20 до 25 градусов Цельсия, как важный признак, оцениваю эту форму и прочность дрожжевого осадка. Низовые дрожжи должны находиться только на дне и не прилипать к стенкам. Поверхность осадка должна быть ровной, осадок должен прочно прилегать ко дну и при медленном круговом движении не увлекаться с пивом. Микроскопически определяются морфологические и физиологические признаки. Необходимо выравнивание клеток как по форме так и по размеру и хорошее физиологическое состояние. Биологически загрязненные культуры исключают сразу без дальнейших испытаний. Отрицательные микробиологические показания всегда следует проверить биологическим методом. При лабораторном опытном брожении с большим объемом сусла исследуют признаки, по которым в производстве определяют ход и результаты брожения. Основными признаками для селекции являются скорость размножения дрожжей, ход брожения, образование пены, завитков, осаждение дрожжей и прозрачность пива, прочность дрожжевого осадка, вкус и запах пива и степень сбраживания. Расы с лучшими свойствами полученные отбором сохраняются в лаборатории как чистые культуры. И в зависимости от потребности их используют для размножения в производстве. Чистые культуры семенных дрожжей при хранении в лаборатории легко подвергаются мутациям. Эти мутации изменяют некоторые из исходных свойств культуры. Поэтому культуры следует хранить в условиях, при которых они как можно дольше сохраняются с неизменными свойствами без частого пересева. При выборе способа хранения учитывают также в какое время нужно брать культуры для размножения в производстве. На короткое время чистые культуры пивных дрожжей лучше всего сохранять в естественной среде, то есть в стерильном сусли. 10% массовых. После разбраживания при комнатной температуре их помещают в холодильник при 2-4 градусах Цельсия, чтобы брожение протекало как можно медленнее. Пересеять их достаточно через 1-2 месяца. Этот способ приемлем тогда, когда культуру повторно вводят в производство в равномерные короткие интервалы. Например, при размножении без аппаратов для разведения чистой культуры дрожжей. Наиболее распространено хранение дрожжевых культур в стерильном 10% растворе сахарозы в водопроводной воде, в котором дрожжи при отсутствии других продуктов питания больше не растут, однако и не умирают. При температурах ниже 15 градусов Цельсия культура выдерживается без пересева 1-2 года, пока не прекратится избыточное испарение воды. Физиологические изменения предотвращены тем, что при пересеве в стерильное сусло вводят вторую и третью генерации. Чистые культуры можно консервировать также методом леофилизации, состоящим в том, что культура замораживается, лед испаряется в вакууме и полученный порошок сохраняется при температуре ниже 0 градусов Цельсия. Гарантия сохранения культуры при этом методе сомнительна, однако некоторые авторы указывают на то, что при этом методе образуется много мутантов. Здесь следует немножко отвлечься от собственно химии процесса и поговорить об экономике. Как-то я был со студентами на экскурсии на пивоваренном заводе, который использовал какую-то расу дрожжей, но это было настолько большим секретом, что нам не сказали, какая конкретно это раса. Потому что от расы дрожжей зависит вкус пива. И если кто-то из других производителей узнает, на какой расе работает данный конкретный производитель, то, соответственно, он сможет повторить и сделать вкус пива у себя очень близкое к тому производителю. Соответственно, первому производителю, который первый открыл эту расу для себя и начал ее использовать, это невыгодно. Потому что кто-то будет выпускать пиво с примерно таким же вкусом, как и он. Поэтому, да, мы ходили по этому пивзаводу, нам показывали лагер танки, нам показывали всю цепочку, вплоть до упаковки пива в 5-литровые, 10-литровые кеги. У них была такая специальная машина там для этого. Но про расу дрожжей нас даже не пустили в цех по выращиванию дрожжей, потому что там все стерильно, и туда пускаются люди только после санитарной обработки. В специальных халатах, шапочках, масках и так далее. Но не тех медицинских масках, в которых люди ходят по городу, нет. Там специальные защитные средства. Это такое небольшое отступление от нашего повествования, но, как я считаю, немаловажное. Перевод чистых культур в производство. Чистую культуру пивных дрожжей для перевода в производство следует размножать в стерильном сусле. В лаборатории, как правило, размножают от 5 до 10 литров. Для дальнейшего размножения используют специальное оборудование, размещаемое в соответствующем помещении, вблизи бродильного отделения. В простых устройствах, состоящих только из нескольких резервуаров, лабораторную чистую культуру можно размножать периодически, а в более сложных аппаратах для разведения чистых культур, после посева можно работать непрерывно с большим количеством циклов. Поскольку количество дрожжей, полученных в этих аппаратах, часто недостаточно для сбраживания объема обычного производственного чана, культуру размножают дальше в открытых бродильных чанах в производственном сусле. Размноженную культуру обычно переводят в четырехкратный объем сусла, а так что результирующий объем будет пятикратный. При размножении чистой культуры независимо от применяемого оборудования, выбирают как правило условия поддерживающие быстрое размножение дрожжей. Поэтому бродящее сусло переводит в следующий больший объем всегда при наиболее бурном брожении, то есть при завитках. Для дальнейшего размножения культуры в бродильных чинах ее переводят в чины, наполненные только на одну четвертую, одну третью суслом, и по достижении начинающихся белых завитков постепенно дополняют следующие порции сусла. По Вейнфортнеру объем нестерильного сусла не должен превышать более чем в 5-7 раз объем завитков из аппарата для разведения чистых культур. Важным фактором при размножении чистых культур является температура, однако от нее в значительной мере зависит деятельность дрожжей, которые отрицательно реагируют на любое отклонение. Чистую культуру обычно отбирают при температуре 25 градусов Цельсия. Размножение культуры в лаборатории лучше всего начинать при температуре 18-20 градусов Цельсия, чтобы перевести ее в аппарат для разведения с температурой 12-15 градусов Цельсия. При дальнейшем размножении температуру постепенно снижают до 8-10 градусов Цельсия. Размножение без аппарата для разведения чистой культуры. Устройство для простейшего размножения чистых культур состоит из двух цилиндрических резервуаров, закрываемых крышкой с полезным пространством от 30 до 50 литров или от 2 до 3 гектолитров, а также бродильного чана емкостью 30 гектолитров. Резервуары могут быть алюминиевые или из нержавеющей стали и по конструкции аналогичным медным резервуарам Стокхаусина и Коблица. Перед использованием резервуары стерилизуют кипячением. Сусла заливают в них или горячим, или стерилизуют непосредственно кипячением. Охлаждают сусла снаружи холодной водой до температуры 12-15 градусов Цельсия. Чистую культуру, размноженную в лабораторных колбах емкостью 3 литра, переводят в завитки к 50 литрам сусла. Потом снова завитки к 3 гектолитрам сусла. Затем их переводят в бродильные чаны к 10-15 гектолитрам сусла, которые в 2-3 приема через 24 часа дополняют суслом до 30 гектолитров. Температурный режим постепенно изменяют так, чтобы конечная температура была 8-10 градусов Цельсия. Для размножения чистой культуры достаточно одного резервуара емкостью 2 гектолитра и бродильного чана емкостью 30 гектолитров. В лабораторию культуру сначала размножают до 200 мл в 6 колбах, из которых после перевода в последующие 6 колб получают по 5 литров культура. Содержимое этих колб, в целом 30 литров, переводят в сусло количеством 2 гектолитра и далее в сусло количеством 10 гектолитров в бродильном чане, объем которого доводит до объема 30 гектолитров. Поддержание хороших технических свойств дрожжей обеспечивается главным образом тем, что всегда используют свежеприготовленные чистые культуры. Тот факт, что при описанном процессе даже при наиболее благоприятных условиях получается только практически чистая культура не имеет значения, поскольку практически при работе с абсолютно чистой культурой, полученной из аппарата для разведения чистой культуры, в производстве нельзя обеспечить антисептические условия. Размножение в аппарате для разведения чистой культуры В аппарате чистую культуру размножают в стерильном сусле, непрерывно при асептических условиях. Размножение чистых культур в аппарате для разведения по сравнению с простейшим процессом более выгодно в первую очередь потому, что из-за одной лабораторной культуры можно получить большое число генераций, так что нет необходимости в постоянном поддержании вирулентной чистой культуры в лаборатории. Другим преимуществом является непрерывность производства, которая гарантирует обеспечение бродильного отделения в нужное время необходимым количеством пивоваренных дрожжей соответствующего типа. Наконец, при правильном обслуживании аппарата исключается инфицирование чистой культуры. Некоторым недостатком является то, что необходима определенная сложность установки, которую должен обслуживать квалифицированный работник, имеющий хотя бы основные знания по биологии. Конструкции всех аппаратов для разведения чистых культур имеют следующие элементы. Стерилизатор, цилиндр для сусла, в котором производственное сусло стерилизуется, охлаждается, аэрируется. Резервуар предварительного брожения, в который переводится чистая культура из лаборатории и сохраняется в нем в течении работы аппарата. Бродильный цилиндр, в котором культура размножается и из которого берут маточные дрожжи. Для работы аппарата по разведению чистых культур необходимо обеспечить следующее. Первое. Подвод пара для стерилизации сусла, аппаратуры, соединительных трубопроводов и арматуры. Второе. Стерильный сжатый воздух для аэрации стерилизованного сусла, для перемещения бродящего сусла, перекачки сусла из резервуара в резервуар и для отбора дрожжей. Третье. Вода для охлаждения стерилизованного сусла и для очистки всего оборудования. Из многих конструкций установок для чистой культуры дрожжей наибольшее распространение получили аппараты, первоначально изготовленные по Хансену и Кюле, и аппараты конструкции Грейнера. Или подобный тип аппаратов. Установка для разведения чистой культуры по Хансену и Кюле состоит из стерилизатора и из одной или нескольких бродильных цилиндров одинакового объема. Стерилизатор снабжен реактором, иногда также спиралью для обогрева паром 5 атмосфер и для охлаждения. Он имеет подачу воздуха через фильтр, снизу в змеевик, над дном и сверху над поверхностью сусла. Из крышки выводится вытяжная С-образная труба, погруженная своей нижней частью в сосуд с водой. В верхней части стерилизатора имеется указатель уровня или контрольный кран. Сусло поступает снизу и стерилизованное после охлаждения отводится в нескольких сантиметрах над дном. Для полного опорожнения стерилизатора служит кран, расположенный в самом низком месте дна. Стерилизатор снабжен также термометром 110 градусов Цельсия и манометром. Стерилизатор не должен находиться в помещении, где происходит разведение культуры. Бродильный цилиндр чаще всего имеет объем 170 литров. Воздух подается в него сверху и снизу. Он имеет трубку для отвода углекислого газа и воздуха С-образной формы. Нижним концом погруженную в сосуд с водой. Тубус для водочистой культуры. Стерилизатор, как в конструкции типа Хансена Кюль, отделен от бродильных цилиндров. И его оборудование дополнено одним или несколькими цилиндрами предварительного брожения, которые используются также в системе Линднера. Цилиндр предварительного брожения имеет емкость от 30 до 50 литров. Конструкция этого цилиндра аналогична конструкции бродильного цилиндра. Такой комбинированный аппарат для разведения чистых культур иногда соединен с металлическими бродильными чинами. Емкостью от 30 до 100 гектолитров. В которые из бродильного цилиндра подаются дрожжи и сусла для дальнейшего размножения и накопления массы дрожжей. В результате значительно повышается производительность аппарата для разведения чистых культур. Раньше аппараты для разведения чистых культур изготавливали из медного листа, луженого с внутренней стороны оловом. Поскольку ионы меди вызывают дегенерацию дрожжей. Однако в производстве слой олова очень быстро разрушается и поэтому его следует постоянно обновлять. В современности установки чистой культуры могут изготавливаться из алюминия или нержавеющей стали. При очистке механической и химической нельзя нарушать гладкую внутреннюю поверхность резервуаров. Рабочий процесс при размножении дрожжей в аппаратах всех типов в принципе одинаков. Перед пуском установки ее следует тщательно вычистить с разборкой и сборкой отдельных деталей и устранением всех неполадок. После сборки и проверки герметичности всего оборудования сначала, как правило, в течение получаса стерилизуют паром бродильные цилиндры. Под давлением полатмосферы поступает в бродильные цилиндры через суслопровод и выходит через все открытые клапаны. Тубус, трубопроводы, трубы для сжатого воздуха и вытяжную трубку. Через полчаса сначала закрывают кран для выпуска пива, а потом тубус. При этом в насаженную на него резиновую трубочку вводят стеклянную палочку, вымытую спиртом 70% и обожженную пламенем. На воздушные трубки перед закрытием навинчивают ватные фильтры, предварительно стерилизованные в сушилке 4 часа при температуре 120 градусов Цельсия. Иногда 2 часа при температуре 150 градусов Цельсия. Сначала присоединяют конец более близкий к бродильному цилиндру. При этом одновременно закрывают кран на трубке между цилиндром и фильтром, чтобы вата не увлажнилась. Непосредственно после этого присоединяют также другой конец и тот час открывают в подачу стерильного воздуха, чтобы охладилась внутренность цилиндра. Кран вытяжной трубки должен быть постоянно открыт, чтобы обечайка цилиндра не коробилась при вакууме, возникающем при его охлаждении. В цилиндре поддерживается умеренно избыточное давление от 0,2 до 0,3 атмосфер. Стерилизатор, цилиндр для сусла, стерилизуется паром или одновременно с бродильными цилиндрами или позднее, но таким образом, чтобы в нем кипячением стерилизуется сусло и образовавшиеся пары стерилизуют арматуру цилиндра. Стерилизатор наполняется чаще всего снизу или холодным суслом с холодильных тарелок, иногда мутным, или горячим из варочного котла, а именно наиболее подходит сусло 10 массовых процентов. Нагревается сусло или паровой рубашкой, или змеевиком, или обоими вместе. Спустя полчаса кипячения постепенно закрывают все краны, кроме клапана вытяжной трубы, насаживают ватный фильтр, выпускают сжатый воздух и открывают подачу охлаждающей воды. При охлаждении сусло обычно вентилируется воздухом, пропускаемым через сусло до температуры 40 градусов Цельсия. Потом воздух оставляют только над поверхностью, чтобы не мешать седиментации взвесей. Сусло охлаждается до температуры 15 градусов Цельсия. Охлажденное сусло тотчас перекачивают в бродильный цилиндр, при этом временно прекращают подачу воздуха. Поверхность сусла не должна доходить до тубуса цилиндра. Сусло в цилиндре предварительного брожения сбраживают культурой, приготовленной в лаборатории от 1 до 5 литров. Для этого в цилиндр асептически через тубус вводят содержимое колбы, после чего тубус после протирки спиртом снова закрывают. Сброженное сусло перемешивают мешалкой и аэрируют около 15 минут. После разбраживания цилиндры дополняют остатком стерильного сусла и снова аэрируют. Из цилиндра выпускают остаток сусла и мут, снимают ватный фильтр, открывают все краны, стерилизатор прополаскивают водой и подготавливают к следующему наполнению. После сбраживания сусла в бродильном цилиндре температуру медленно снижают до 10 градусов Цельсия. Брожение заканчивается через 10-14 дней. Молодое пиво из цилиндра выпускают через кран, расположенный у дна. Отсевшие дрожжи перемешивают с остатком пива и отводят через трехходовой кран во дне цилиндра. Чистые культуры пивоваренных дрожжей из бродильного цилиндра можно использовать только для сбраживания небольших чанов бродильного отделения. Однако чаще всего культуры размножают в разбраживающем чане. Сброженные сусла иногда перекачивают из бродильного цилиндра в разбраживающий чан в стадии белых завитков. Таким образом, за короткое время можно получать утроенное количество маточных дрожжей. Аппараты описанных типов можно использовать для непрерывного производства маточных дрожжей. За счет того, что бродильный цилиндр после устранения дрожжей тотчас напускают новое стерильное сусло, для сбраживания которого достаточно для дрожжей, оставшихся на дне цилиндра. При брожении по методу Натана используются аппараты для разведения чистых культур, которые состоят из цилиндра предварительного брожения емкостью 150 литров и бродильного цилиндра емкостью 750 литров. Резервуары изготовлены из нержавеющей стали. Внутри гладкие. Имеют обогреваемое коническое дно и рубашку для охлаждения, по которой протекает охлажденная вода. Цилиндр предварительного брожения работает обычным способом. После разбраживания содержимое перекачивают в бродильный цилиндр, в котором между тем было простерилизовано сусло. После перемешивания определенную часть возвращают обратно в цилиндр предварительного брожения, в котором было простерилизовано свежее сусло, сбраживаемое с помощью поступивших с возвратом дрожжей. Сусло из бродильного цилиндра в стадии завитков переводят в бродильный резервуар для сбраживания производственного сусла и повторяют процесс перекачки в бродильный цилиндр. Для стерилизации охлаждения сусла в небольшом цилиндре требуется 4 часа, в большом – от 7 до 8 часов. Для разведения чистой культуры известны также аппараты с емкостью в 2 раза больше. Операции при этом могут быть различны. Эксплуатация каждого аппарата должна быть индивидуально приспособлена к условиям производства и одновременно отрегулирована так, чтобы как можно меньше страдали физиологические свойства размножаемых дрожжей. Известно, что хотя в аппаратах для разведения можно размножать дрожжевые культуры при асептических условиях непрерывно, однако условия, при которых культура размножается, не гарантируют сохранение хорошего физиологического состояния дрожжей. С этой точки зрения важно отбирать дрожжи из бродильного цилиндра не позднее, чем через 14 дней, чтобы ограничить явление дегенерации, отражающейся на сбраживающих свойствах. Отбором сброженного сусла из бродильного цилиндра в завитках легче сохранить хорошее состояние культуры. Важен также состав и экстрактивность сусла. Положительно действует более сильное охмеление сусла концентрации от 10 до 12 массовых процентов. По Вейнфуртнеру, одним из важных условий жизнеспособности высокой энергии размножения и сбраживающей способности производственных дрожжей является также достаточный аэробный обмен веществ дыхания, который поддерживается хорошим аэрированием. Контроль за дрожжами из аппарата для разведения чистой культуры. У каждой генерации дрожжей, выходящей из аппарата для разведения, микроскопически проверяются морфологические признаки, физиологическое состояние и случайное присутствие посторонних микроорганизмов. Необходима также проверка биологическим методом не вполне ясных результатов микроскопических показаний. Кроме того, два параллельных образца сброженного сусла из бродильного цилиндра подвергаются испытанию на размножение от 5 до 6 дней при 25 градусах Цельсия с ватной пробкой и бродильным краном. Если обнаруживаются недостатки в биологическом состоянии, то культура должна быть исключена и заменена новой. В этом видео мы рассмотрели перевод культуры дрожжей на производственные рельсы. О том, как нам перенести ту культуру, которую мы вырастили в лабораторных условиях на производство. Рассмотрели аппаратный и безаппаратный способ выращивания дрожжевой культуры. Я благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления. И как только выйдет новое видео, вы сразу получите уведомление. Поставьте лайк. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и не только на Ниве пиво варенья. И до новых встреч.